Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я уже дома, вернулась я из Хьюстона, как любила говорить моя Диана, когда записывала видео, но это уже было и времена. Так вот, в гостях, конечно, хорошо, но дом есть дом. Позвольте мне начать сегодняшнее видео в начале с поздравления. Дело в том, что 21 марта у моей самой любимой, самой единственной, неповторимой, самой лучшей мамочке был день рождения. Поэтому, маман, позвольте уж поздравить такие публично с твоим праздником. Желаю, конечно же, тебе здоровья, здоровья и еще раз супер крепкого здоровья, долголетия. И пусть тебя все, все и всегда радуют. Люблю, скучаю, целую. Ну, давайте, ладно, переходить плавно к моим покупкам. Вы знаете, дело в том, что как я поеду в Хьюстон навестить мою дорогую подругу, но у меня ни одна поездка не обходится без шопинга и каких-либо покупок. Причем я всегда вот беру с собой маленький чемодан и думаю, так, Женя, 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 надо меньше покупать. Но не тут-то было. Самые мои лучшие любимые покупки, конечно же, происходят в Хьюстоне с моей Дианой. Вот я какая-то везучая, да, вот с тобой, Диана, я... Мне, конечно, с тобой, Диана, очень повезло. Вот. Ну, такой тебе комплимент от меня. Вот. Так вот, как всегда, как всегда, маленький чемодан, когда я уезжала, был забит до отвала. То одно, то другое, то другое. Вы знаете, я вообще с собой мало беру вещей, когда еду навещать Диану, потому что знаю. Это просто закономерность такая. Поеду к ней и накуплю всего. Так вот, что я купила? Самое главное, что я купила, самую мою любимую, необходимую, бесценную вещь в моем гардеробе, это джинсы. Взяла с собой пару, ну, знала, да, что я, конечно же, там что-то себе приобрету новенькое. Так вот, приехала к ней, одеваю джинсы, смотрю, а они мне велики в талии. Ну, ни туда, ни сюда. Ремень, конечно, можно одеть, но без ремня гораздо красивее. У меня, знаете ли, есть такая проблема с моим животом, поэтому, если я еще нацеплю ремень, то живот визуально будет больше. Поэтому не люблю я одевать ремни, люблю, чтобы все было в обтяжку и по фигуре. Так вот, купила себе пару джинсов, купила себе новые кофточки, новую футболочку. Ну, короче, все, что я купила, я сейчас вам все покажу. Кстати, хочу начать вот с этой кофточки Диканпай. Во-первых, она серого, моего любимого цвета. Да, я очень люблю серый цвет. Ну, и, конечно же, мой кешуал стайл, который я обожаю, под джинсы, под какую-то спортивную юбку, дома одеть, гостей встретить. Я считаю, что шикарно, бесподобно. Кофта мне очень-очень понравилась. Да вообще, под лицо, все к лицу. Поэтому покупкой я своей довольна. Давайте я вам покажу ее чуть-чуть подальше, как она на мне сидит, и переходим к новым моим вещам. Я думала, этикетка. Окей, кружиться можно дальше. Вот эту кофту я уже покупала в Хьюстоне. Сейчас вещи, которые я вам покажу, я все эти вещи купила в магазине Мэйсис на скидке. Значит, вот эта кофта сама от фирмы Диканвай. Сейчас покажу вам вблизи. Вообще, эта кофта выглядит как жилетка и какие-то вот отдельно присоединенные рукава. Очень красивая кофточка. Во-первых, ее можно сочетать, допустим, на выход. То есть, как вечерний какой-то вариант. И также она будет смотреться очень хорошо с джинсами. Кстати, вот эти джинсы я себе тоже купила. Вот все сидит по талии. Самое главное, нигде не жмет. Все сидит по фигуре и не нужны вот эти пояса. Потому что пояс, когда одеваешь, у тебя создается еще какой-то вот лишний визуальный объем на животе. Ну, конечно, кстати, джинсы, как вы можете видеть, с дырками. Ну, куда же я без них. А вот вообще довольна, просто довольна вот своими покупками, которые я в этот раз, с одним словом, просто бомбезная. Очень классная. Мужу моему тоже понравилось. Не буду, конечно, себя хвалить, но да. С чем, с чем, а со вкусом у меня проблем нет. Она очень красива и нежно переливается. Я вообще люблю кофточки с горлом. Я люблю, конечно, и декольте, но с горлом как-то вот мне нравится, с горлышком мне нравится, ну, как-то вот побольше, что ли. Ну, и сразу покажу джинсы. Джинсы обычные черные. У меня очень много синих джинсов, причем светлых, темных, разных. А вот черные брюки, как-то, вы знаете, у меня какой-то лимит, скажем так, по черным брюкам. Поэтому черные брюки лишними не бывают. Ну, я с новой партией своих новых вещей. Во-первых, хочу начать вот с этого свитера. Очень красивый, нежный, такой у него, знаете ли, молочно-белый цвет. И по бокам на рукавах присутствуют такие кожные вставки. Очень красивый свитер. И самый-самый мой на сегодняшний день любимый свитер, это вот этот. Во-первых, красный цвет. Я просто обожаю красный цвет. У меня вообще три любимых цвета. Это черный, белый и красный. Ну, и четвертый, самый любимый цвет, это розовый. Ну, розовый я уже, эх, вряд ли смогу одеть. Поэтому красный свитер. Все эти два свитера от марки Ralph Lauren. Кстати, вот этот свитер, этот свитер и предыдущий черный свитер я покупала в магазине Мэйсис на скидки. Все мне досталось, эх, очень-таки, знаете ли, недорого. Давайте я вам сейчас покажу это все поближе. И, конечно же, продемонстрирую все на себе. Итак, сразу я вам покажу лейбл Ralph Lauren. Да, он самый Ralph Lauren и размер XS. Ну... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь крутая чика. У меня теперь размер SXS, чему я очень-очень рада. Хотя, вот знаете, смотрю на себя в зеркало, да, и вот, нет, я, конечно, вижу разницу, да, я вижу разницу и по одежде, ну, и в зеркале я, конечно, вижу разницу, но все равно, вы знаете, порой создаются такое ощущение, что, блин, худел, что не худел, все равно. Ну, вот, джинсы эти, да, вот, что ж это такое, вечно какой-то вот создает объем на самой моей проблемной зоне, самой моей проблемной точке. Но ничего, зеркало, ты на меня никак не повлияешь. Я от своей цели не отступлюсь. Не важно, что я вижу, у меня поставлена цель, и я к ней четко иду. Это я сейчас разговариваю с зеркалом. Ну, и вам говорю, если вы держитесь, держите диету, соблюдайте фигуру свою, блюдите, поэтому неважно, что вам кто-то сказал, что вы увидели в отражении в каком-то, держитесь, давайте держаться вместе. Ты меня не собьешь, не собьешь. Окей, поехали другие вещи смотреть. Ну, что, пока я не переодела черные джинсы, хочу вам показать вот эту рубашку черного цвета. Я, конечно, люблю черный цвет, но рубашку я эту взяла на лето. Не представляете, какая она тоненькая, прям вообще такая неощутимая на теле, когда ее одеваешь. Вот, даже, я думаю, при жаре в Лас-Вегасе я буду себя чувствовать в этой рубашке очень комфортно. Во-первых, она укорочена, конечно, если ветерочек подует, так рубашечка немножко задерется, как прям платье у Мэрилин Монро. Вот, ну, это я, конечно, я люблю утрировать или шутить, поэтому особо не обращайте внимания. Вот, классная рубашка, сейчас покажу ее вам поближе. Ну, а пока я стою ждить, покручусь, поверчусь. Вот, вообще, рубаха просто бомба. Ловуся, муж мой любимый, привет тебе и спасибо тебе за все-все-все. Фокус. Фокус, я думаю, настроен. Честно, я не знаю, какой это материал, но вот что-то вот по ощущениям похоже на такой какой-то вот лен, что ли. Я все этикетки срезала, я уже все постирала, все погладила, все на вешалках и ждет своего часа, свои минуты, когда я это все надену. Ну, во-первых, здесь такой V-образный вырез, да, можно одеть какую-то подвеску, ну, что-то, какой-нибудь кулончик, да, одеть. Рукавчик укороченный, три четверти. Ну, таки вообще, вообще-таки неплохо. Ух, ну, вообще, смотрится, конечно, классно. Не знаю, как вам, мне, честно, мне очень нравится. Я прям вообще своими покупками в этот раз вот довольно от и до, прям всеми. Окей, сейчас пойду переодену джинсы и покажу вам футболки, которые я купила. В начале вот с этой футболки, слушайте, какая она классная. Это футболка от Келвин Кляйн, размер XS. Вы знаете, мне вообще, честно сказать, не все качество Келвин Кляйн нравится, но эта футболка вот прям как перышко. Вообще не чувствуется. Она такая белая и синий буквой, эмблема Келвин Кляйн написана. Вообще освежает от и до, смотрится просто шикардосно. Очень мне нравится эта футболка. Еще, конечно, была такая черная, но размера XS не было, а S-ка все-таки большая. Так, я надеюсь, камера настроена. Посмотрите, вообще она просто невесомая. Просто такое ощущение, что ты без одежды. Классная футболка. Ну, конечно, вены мои видны, но от них никуда уже не денешься. Очень классная футболка. Ну, это, кстати, вот я смотрю сейчас в зеркало, да, и очень сильно просвечивает лифчик. Но, вы знаете, вот в жизни не так, потому что у меня сейчас включен свет на камере, и это, конечно, сильно выделяется и заметно, да, в жизни не так. Конечно, он виден, естественно, но не так, как на камере. Ну, конечно, да, футболочка очень классная. Кстати, а вот это вот мои вторые джинсы, которые я купила. Синего цвета, конечно же, с дырками. Сидят вообще идеально, нигде не давят. Ну, и вот это место, как всегда, блин, мне не нравится. Еще, конечно, я купила здесь пуговички, да, нашиты. Мало того, что и так чуть-чуть много здесь, так еще увеличивается. Окей, давайте я вам покажу еще свои две футболки, которые я купила. Значит, это футболка от Келвин Кляйн. Так, встаню прямо в камеру. Окей. Так, значит, это футболка от Келвин Кляйн. Также я купила футболку от... Мы купили футболку. Ну, сказать, я купила, это неправильно. Мы купили, как с Дианой, так и с мужем моим, с Ларусиком. Купили мне, значит, футболку от Майкл Корс. Футболки Майкл Корс нравятся мне не все. Я говорила, что я к этой фирме отношусь, ну, неоднозначно, да. Некоторые вещи совершенно не стоят своих денег в Майкл Корс. Вот. Но эта футболочка легкая, хорошая, симпатичная, практичная. Вот. На любой день, да. Лето, весна, зима. Короче, подо все. И вторая футболка. Вот эта футболка, она совершенно дешевая. Она где-то стоила в районе где-то 13 долларов. Кстати, все вот эти футболки я покупала в Россе. Но, вы знаете, я ее когда померила, прям вообще влюбилась от и до. Во-первых, она тоненькая. Во-вторых, конечно, здесь вот вырез такой, да, V-образный. Ну, все-таки будет подчеркивать декольте. Я еще женщина молодая, поэтому можно открыть и немного груди. Вот. И, вы знаете, вот благодаря вот этой вот сборочке, которая проходит на груди, она, конечно, увеличивает немного объем груди. И плюс как-то вот подчеркивает, знаете, вот эту часть, женскую часть тела. Сейчас я померю и покажу вам все наглядно. Кстати, вблизи я вам покажу пока материал и одену на себя. Вот. Классная футболка, размер XS. Сейчас у меня все футболки XS. И это тоже. Ой, какая краска. Кстати, вот это М-ка. Вот это футболка М-ка. Это не фирменная, я вообще не знаю, что это за футболка. Мне не важно фирма. Мне самое главное нравится мне, не нравится и как на мне сидит. Так, материал здесь. Ну, вот такой рубчик материал. Самое главное, очень тоненький, прям вообще на теле не чувствуется. Ну, и здесь футболка Майкл Корс, да, она тоже. Ну, я не скажу, что прям супер тонкий материал, но все равно. Неплохо, неплохо выглядит. Так, начнем с футболки Майкл Корс. Ничего такого, да, прям необычного. Обычная футболка на каждый день, casual style, подо все, под джинсы, под брюки. Можно сделать, как и casual style, естественно, да, вариант. Можно сделать, как и классический вариант. Допустим, одел какие-нибудь брючки классического покроя и какой-нибудь пиджак или жилетку. Вот. Поэтому я считаю вообще, что одежду casual style можно сочетать и нужно, кстати, сочетать с классикой. Вот, на мой взгляд, это красиво смотрится. Вообще эффект получается, мне кажется, такой классный. Окей, давайте подойду поближе и покажу. Слушайте, как-то я вот смотрю в зеркало прям и в камеру, и как-то вообще прям у меня, что-то, какие-то килограммы какие-то лишние, как-то меня раздуло, что ли. Дианка, твоя вина раздуло. Приехала из Хьюстона и раздулась я, как шарик. Хотя по весам, по килограммам тоже. Вот. Хорошая футболочка. Майкл Курс, я довольна. Здесь, кстати, есть такие небольшие разрезики. Вот, с этой стороны и с этой стороны. Футболочка сама по себе такая укороченная. Не длинная, не люблю длинные футболки. Вот. Ну, короче, все, как я люблю, все, все как надо. Меряем следующую футболку. Вот она моя красотка, моя футболочка. Очень такая, знаете, женственная, прям такая, как я люблю, знаете, вот ничего вычурного, ничего такого прям супер-дупер сверхъестественного. Самое главное, не пестрая, да, вот, ну, не цвета вырви глаз. Я такие расцветки, ну, я не люблю. Вот. В моем вкусе, в моем стиле. Все просто и со вкусом. Самое главное. Окей, подойду поближе, покажу. Ну, я уж, конечно, извиняюсь, не одела никакого кулончика-подвесочки. Значит, ну, вот, как есть, так и показываю. Вот, кстати, о чем я говорила. Видите, вот такая вот сборочка на груди. Во-первых, визуально, да, увеличивает самое прекрасное место, женское, да, часть женского тела. Вот, и очень красиво, мне кажется. И самое главное, сидит по фигуре, ну, и подчеркивает, конечно же, все достоинства. Недостатков нету, только достоинства у всех у нас. Ну, я довольна, довольна своими футболочками, довольна своими кофточками. А вообще, еще я нашла просто невероятный жикет. У меня сейчас вообще идея купить себе жикет. Но, я имею в виду пиджак. Но, вы знаете, сейчас уже грядет лето, в пиджаке будет жарко. Вот, поэтому я думаю, места нету в чемодане, думаю, отложу покупку пиджака уже на другой раз. Но, все равно, в планах есть купить такой, знаете, пиджак. Ну, как всегда, да, я буду одевать его и с кежуал стайлом, и с классическим стилем. Вот, будет вообще бомбезно. Ну, что, с вещами я закончила. Сейчас все, конечно же, повешу на вешалке. И вернем на базу. Все, что сняли, все, что одевали, все, что мерили. Да, вот такие у меня были покупки в этот раз. Я не скажу, что их было прям супер много. Но, тем не менее, чуть-чуть я подзатарилась. Холодильник не мог включиться вот в другое время. Молодец, спасибо. Я думала, опять сейчас будет лед месить, делать точнее. Также, кстати, я еще, знаете, что купила? Значит, купила я... Вот, если вы смотрели мои, да, вот предыдущие видео, у меня было видео, я такая вот снимала в таком зеленом, таком нежном костюме домашнем. Вот я купила себе практически точно такой же костюм, только бежевого цвета. Ну, я уж извиняюсь, примерять я его не буду, потому что, ну уж, он очень такой прозрачный и плотный. Причем я купила размер МК. Значит, тот мой зеленый, СКМК, то есть там двойной размер. А этот МК, и он прям вот, вы знаете, так плотно сидит. Но, с другой стороны, вот когда я его одеваю, он прям так все, ну, чуть-чуть подутягивает, прям очень красиво смотрится. Я не буду его мерить, вставлю фотку. Ну, вот такие у меня покупки. Значит, что я буду делать сейчас? Сейчас мне нужно срочно поесть. Честно хочу сказать, я прям вообще немножко шокирована, так удивлена, неприятно-таки расстроена. Как-то вот, знаете, отсняла, да, там футболки, вот это, но все равно уже смотришь, потому что там, ну, как бы фокус камеры настроена, не настроена. Все равно как-то вот одним глазом смотришь, да, пока видео снимаешь. Я как-то так посмотрела, прям вообще, что-то как-то, то ли я опять поправилась. Хотя по весам все тоже. А смотришь визуально, как шарик. Ну ладно, шарик не шарик, еще пока время позволяет, я пойду быстро поем, потому что голодная ужасно. Пока сегодня встала, пока позвонила там одному, второму, третьему, пока с сестрой поговорила. Систер мой любимый, привет, Данюсик, привет. Ну, люблю, целую, скучаю. Вот. И пока это, пока то, пока собралась, пока оделась, и время уже вот 4 часа. Ну, чуть-чуть я попозже сегодня буду есть. Но ничего страшного. В зал сегодня нужно идти срочно в зал. Не сегодня, а просто оттуда не вылезать. Расстроилась я. Блин. Что-то как-то раздуло меня. Да. Е-мое. Что я буду есть? Буду есть рис и бифстроганов. Готовила я. Недавно, вчера точнее. Значит, рис простой, белый, обычный басмати. Ну, и бифстроганов. Надо срочно это сейчас быстро поесть. И все. На сегодня прием пищи будет закончен. Приятного мне аппетита. Буду приступать к поглощению пищи. Приятного аппетита мне. Вам, если вы едите. Приятного аппетита. Кстати, хочу, знаете, что сказать? Вот хочу выразить благодарность еще одной зрительнице. Она мне выслала большой список фильмов. К сожалению, я еще не посмотрела эти фильмы. Ну, сами понимаете, да? Пока вот приехала, пока распаковалась, все постирала. Уборка то одно, то другое, то третье. Как всегда, да? Вот дел. Большая куча, еще маленькая тележка. Вот. Но обязательно посмотрю фильмы. Огромное вам спасибо. И уже буду с вами потихонечку прощаться. Хочу сказать всем огромное спасибо за все ваши комментарии, за все ваши лайки, за все ваши просмотры. Мы с вами очень скоро увидимся. Ну, а сейчас мне приятного аппетита. И всем приятного аппетита, кто ест. И всем пока-пока.